МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Против коронавируса. Основательная уборка в жилых подъездах, как правило. Поделаем ручки, перила, все части, где прикасаются жители, кнопки домофона. Общественная территория третьего микрорайона стала финальной в графике ремонтов по программе «Комфортная городская среда» этого года. Благоустройство этого участка было решено провести по результатам голосования горожан на сайте администрации города. Теперь между третьей и четвертой школами и детскими садами «Ласточка» и «Дюймовочка» проложен новый асфальт, установлено освещение и система видеонаблюдения. Всего в 2020 году по «Комфортной городской среде» выполнялись работы на пяти территориях. Это четыре придомовые территории и общественная территория, пешеходная дорога третьего микрорайона. В предстоящем году по программе «Комфортная городская среда» будет отремонтирована общественная зона в районе РО и ДЦ. Ее жители также выбрали в ходе голосования. Придомовые территории отремонтируют в шестом микрорайоне дом 178, четвертый микрорайон дом 43, первый микрорайон дом 13 и дом 7. Для подачи заявки на ремонт своего двора жильцам нужно провести собрание, подготовить пакет документов и подать его в администрацию Десногорска. Подробнее на сайте администрации. Заявок у нас большое количество поступает, то есть много жителей, которые инициативные, соответственно, инициатива поддерживается, администрация помогает оформить эти все документы. Ближайший год это 22 и последующие годы. Программа «Комфортная городская среда» действует до 2024 года. Подъезды жилых домов Десногорска ежедневно дезинфицируют сотрудники коммунальных служб. В том числе и от них зависит вероятность распространения коронавируса и других неприятных болезней в городе атомщиков. Как проводят уборку подъезда сотрудники МУП ККП – далее в сюжете. Поделаем ручки, перила, все части, где прикасаются жители, кнопки домофона. Как эффективно противостоять бактериям в условиях жилого подъезда, знает Лариса Иванова. Уборщица ЖУ-4, она начинает свою ежедневную работу уже с входных дверей. Далее все поверхности каждого этажа, вплоть до последнего. Все-все, где прикасаются, все, протираем, коронечко, все дезинфицируем, так же подоконечки. Указания об усиленной обработке мест общего пользования были даны с началом действия особого эпидемиологического режима. Мера вновь стала актуальной из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в области в последнее время. Одним из способов сдерживания напасти в Десногорске остается регулярная уборка мест общего пользования с применением растворов повышенной концентрации. Моем подъезды, значит, клорамином «Б», который дезинфицирует, очищает. Это в первую очередь места общего пользования. Это входная зона, лифты, кодовые кнопки. По распоряжению местных властей коммунальные предприятия обеспечили достаточный запас дезинфицирующих средств. При этом на коммунальных тарифах это не отразится. Бытовые неудобства, такие как специфический запах, тоже стараются свести к минимуму. Если какая-то поступает претензия, мы сразу реагируем на эту претензию, идем, смотрим там подъезд или территорию, и, естественно, все претензии сразу убираем. Особые меры действуют и в отделе по работе с населением МУП ККП. На входе проверяют температуру и выдают одноразовые маски, призывая посетителей соблюдать личную дистанцию. И напоминая о том, что оплаты за коммунальные услуги можно делать и дистанционно. Помимо того, что у нас есть форма оплаты в кассе, но для того, чтобы люди не рисковали своим здоровьем, они могут оплатить коммунальные услуги через все банковские отделения, которые находятся в городе Десногорске. И, кроме этого, в личном кабинете на сайте МУП ККП. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова